смотрите как у нас ясно на улице у нас очень редко бывает так ясно бы всегда какая-то как дымка на улице такой как туман вот сегодня так прям все видно хорошо еще сегодня такой ветер но уже второй день и прям прохладно было и когда утром одевалась прям вообще прям холодно вот и надела даже но я ее сняла оставила машине почему потому что если я ее оставлю на работе то она там и останется смотрит смотрит высматривает иду ли я за ней так что непонятно погода начинается у нас то ли холодно то ли тепло тоже одеваешься то ли раздеваешься так вот ну такая вот у нас осень такой переход а тут нет никакого ветра представляете дома все закрыто потому что все летает а здесь нету ветра может быть потому что из-за домов в общем еще наш ведь утренний ритуал пройдемся прогуляемся и на работе разлила суп который вчера у меня варила из кабачка а здесь сейчас буду варить вот это вот рис с булгуром вот но варить я буду все на пару потому что сверху будут как лет и закрываем короче три в одном крышкой закрываем и ставим на делать на пару все 20 минут будет готовиться не знаю котлеты посмотрю если не приготовится добавлю времени у меня такой это агрегат типа мулинекс мулинекс нет как он называется господи в общем робот который режет готовит все сам делает вот такой в лидали покупала пару лет назад очень суперски кстати для для есть больше больше бандеха такая чтобы на пару готовить такое ощущение что у меня полный глаз какого-то песка не пойму почему еще за фигня очень пока у меня варится посуду надо помыть котлетки готовы кстати весь сок с котлеток спадал впадал на вот этот вот рис с булгуром и поэтому даже мне кажется пропитался котлетками так что я вот уже супчик разогрела возьму пару котлет и вот с рисом и булгуром очень вкусно всем приятного аппетита поставила себе чай вы знаете я забыла телефон на работе и вот думаю ехать мне за телефоном или не ехать его или но его нафиг до завтра вы бы что сделали на моем вместе пишите в комментариях вы бы поехали за телефоном или нет скажите смотря куда десять минут езды на машине вру ну минут пятнадцать нет особого желания нету в общем звонить мне никто не хочет не будет наверное до завтра подождем так что будем можно сказать 24 часа без телефона посмотрю зато как это так представляете завтра приеду а меня а мне все 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 позвонили те кто даже никогда не звонил так всегда бывает в общем ладно пойду чай себе заварю попью чайку с печенькой знайте настолько привыкаем как это сказать к удобству наверное что у меня какая-то уже ломка появляется от того что у меня нет телефона хотя допустим муж уже позвонила с домашним телефоном которым мы совершенно не пользуемся он там уже весь без пылью покрылся я сейчас ему звоню потому что время уже пол четвертого говорю вообще на обед ты где чего вот объясняю что телефон я забыла на работе он говорит я жить а он говорит ну ладно я когда приеду мы съездим за телефоном я говорю а зачем я и сама могу за ним съездить дело-то не в этом дело в том что у меня просто предупредить что у меня нет телефона такой а ну ладно я говорю что не приедешь по есть он горит не приеду я же тебе ватсапса и это отправил я уже здрасте приехал это говорю телефон у меня нет он такой ой и правда так что вот представляете а я тут сижу жду выжидаю когда мне могут разогревать мне обычно когда он подъезжает к дому чарли знает на звук машину и он всегда выбегает сюда и начинает как бы поскуливать и так и я уже знаю что приехал муж в общем на машине и иду и же разогревать еду а сейчас что-то нету нету вот и думаю дай позвоню и а самое интересное друзья самое самое интересное ни один номер телефона я не знаю в том числе и своего мужа представляете я не знаю телефон номер телефона своего мужа но я залезла в телефону домашний которому уже я не знаю сколько лет 15 наверное так как мы не пользуемся и у меня там такие есть которые вообще там людей которых уже никогда не общаемся и там его номер сохранился представляете поэтому я вот сейчас хожу но мне там племяшки мои фото но не племяшки а невеста фотки выставила высылает племяшки вот а как же я без фото теперь а вдруг она мне высылал а не не вкусно что там моя анютка делает так вот но тоже есть выход у меня есть планшет а в планшете есть инстаграм в котором мы тоже общаемся с и с подружками и со всеми со всеми так что выход есть всегда но ломка какая-то все-таки появляется от того что у меня нет этого телефона а еще страх и знаете какой что кто-то залезет ко мне на работу и стыбзит этот телефон а вы же знаете что сейчас мобильный телефон это не просто телефоны там буквально я не знаю заваривать себе чай зеленый там же в телефоне у меня и банк но оплату я еще не сделала телефоном и не хочу делать вот именно из-за таких случаев вдруг потеряю или еще что и потом кто-то найдет хотя у меня там да есть и всякие эти как их коды всякие просто так мой телефон не залезешь но все равно хакеров всяких много очень неуютно без него скучаю групп у меня по ватсапу никаких нету них спокойнее знаете не девчонок не мальчишек никаких если нужно общаться мы общаемся в личку а вот групп всех было раньше много но как это сказать меньше знаешь лучше спишь подходит это выражение самое интересное что я когда обнаружил что у меня нет телефона по часам я посмотрела на часа потому что мало ли я бывает на автомате куда-то положишь его и потом не знаешь где но я посмотрел на часам на часах что он не соединен с телефоном и я поняла что его нету рознички мой как же ты там без меня чарли чарли телефона нету чарли чарли убрали телефон тоже без телефона тоже есть фу ты прям не в рот залез а как же я без телефона чарли как мы без 20 как в инстаграм сейчас полезу через планшет да 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 и папа не приедет до до но я сейчас попью зеленый чар до моя рыба так и пойдем шарли гулять ^^ я Нам с Россией привозили такую игрушку. Здесь еще шарик был, который он уже отгрыз. Кстати, я уже перебулась в такие тапки. Потому что уже холодно. Представляете, холодно. Без носков уже мне холодно. У меня ноги мерзнут постоянно. Поэтому вот так. А я не знаю, показывала я вам или нет. Вот так это выглядят мои горшки с цветами. А этот пересаживать нельзя, пока он не отсветет. Вот смотрите, видите, там еще вылазит. Пока не отсветет, его пересаживать нельзя. Блин, как они пахнут. Всем советую. Это просто что-то. Пахнет очень-очень вкусно. Так что вот так, друзья, ломка от того, что нет телефона. Так и руки тянутся взять и нажать на кнопочки. А нету моих кнопочек. У меня был так один раз. Я не выдержала, села на машину и поехала за телефоном. Так, посмотрим. Ну и прорвемся. Просто в парк мне уже скучно ходить. Поэтому я решила пройти вот тут вот по садам, где у нас вот это рамало. Кстати, у нас все вот эти вот, ну, по которым вода спускается с гор, чистят. Вот прям вот, только вот уже тележка из-под, из Меркадона, по-моему, валяется там. Здесь были заросли. С одной стороны, хорошо, потому что если пойдут сильные дожди и вода с гор вся хлынет, а вот тут вот будет все в зарослях, то вода просто перейдет через сюда и затопит весь город. А с другой стороны, знаете, там было очень много разных уток, живностей очень много. Ну и крыс, конечно, тоже такие, блин, крысы, как это. Кошки я пару раз вам снимала. Вообще ужас. Но вот уток здесь было дофига. Чарли почему-то здесь боится гулять. Я не знаю, с чем это связано. Тут было очень много тростника. Все это убрали. Все это почистили. В общем, вот так. Я не знаю, почему он тут боится гулять. Вот именно вот этот вот участок, буквально 200 метров, потом, когда выйдем туда в сады, там в сады Черемой, там он не боится. А тут почему-то боится. Не знаю. А там уже промзона. Всякие, где машины ремонтируют и все такое. Смотрите, какой крупный черемой. И там вот тоже есть такое крупное. О. Я, кстати, сегодня разрезала одно черемой, которое мне сестра дала пополам. А там прям такие много-много червяков. Мне так тало противно. Я его сразу выпросила. Ненавижу всех этих вот скользко, как их сказать, скользких вот этих насекомых. Прям ой, не могу. Вот так вот. Поэтому боюсь. В сады есть что-то, я не могу. Лучше покупное. Хотя там тоже могут быть червяки, но с меньшей вероятностью. Куда от них денешься? Мне как-то странно. Кроссовки поскрипывают. Очень странно. Они перед вами стесняются. У нас там такой большой пароход. У нас порт там. Смотрите, какой он здоровый. Видите? Даже вот машины ездят. И сейчас не одно. Видите, какой размер? Кстати, я выгуливаю новую вот эту штуку для пакетиков. Мало того, что они пахнут вкусно, так они еще и биоразлагаемые. Так удобная штучка. В общем, правда, мешки здоровые. На больших, наверное, собак. Так вот. Все это выглядит очень удобно, кстати. То я постоянно, как не забывала, но сюда вот нужно было мешочек либо вот сумку вот эту клала. Но, скажем так, иногда и забывала. Пришло, приходилось рекламу брать. У нас у каждого подъезда есть такой ящик, куда кладут рекламу. И вот когда забывала, брала бумажки. Вот оттуда всякие рекламы. А что делать? Мне очень стыдно, если моя собака наделает делов. И я с таким каменным лицом, типа, ничего не вижу, ничего не знаю. Собака не моя. Пойду дальше. Ой, стыдовая. Лучше даже, знаете, как. Ну, не знаю. Реклама. Всегда спасала реклама. Вот. А это вот такая вот штучка у меня. Здесь у нас капуста растет. Здесь шпинат. Нет, это салатные листья. Шпинат вот там. Это салатные листья. Это капуста. Все засадили. Уже летом здесь все было. Как говорится, земля отдыхала и выгорала. А сейчас уже нормально. Для прогулки оптимальная температура. Обдувает небольшой ветерок. И так прям, знаете, комфортно ходить. Здесь даже лучше, чем в спортзале. Там как-то все равно мне жарко. Не знаю. А здесь прям хорошо. Такой ветерок обдувает. Классно. И Чарли доволен. Продолжение следует... Разобрать спортивную сумку Я, кстати, сегодня почти воду не выпила Но когда я на Вот эти вот Гантелями В общем, занимаюсь Там особо воды не хочется пить Там мышцы работают Боже, как они работают Мама не горю И посуду, по-моему, не так много Но все-таки Кстати, разрезала помелу Не очень хорошее Сухое-сухое, как сухарь Невкусное Ой, у меня тут груши есть, оказывается Я не знала Грушу, может быть, съем Потому что сливы еще не поспели Поспели вишни в саду Дядя Варень Там еще груша будет В общем, буду заниматься вот этими делами Что-то тут Надо что-то в стирку отправить Что-то сушить Ой, как же там мой телефон без меня Как я по нему скучаю Боже ты мой Чарли, ты тоже скучаешь по моему телефону? Как он там родненький Писал ли мне кто? Скучал ли кто по мне? Завтра мы с вами об этом узнаем Мой ужин Яблоко И чай Успокоительный, чтобы поспать хорошо И огурец Кто кушает? Я люблю огурцы Вообще В любом его проявлении Соленый Даже в салате Вот такой вот По-корейски мясо С огурцами Очень вкусно Надо, кстати, сделать С вами буду прощаться До завтра Увидим, что там с моим телефоном Посмотрим, кто мне звонил Так что подписывайтесь Ставьте лайки И встретимся с вами завтра Всем пока-пока До завтра До завтра